Мы потенциально можем такие машины выпускать и надо расширить на серийную продукцию, делать самые лучшие не только для этого пробега, но и в серии. Вот об этом в качестве государственной задачи пока высказаны только пожелания, но не государственная программа. Поэтому надо сказать, что в авиастроении точно такая же ситуация, когда-то выпускали в 90-м году 200 самолетов, аэрбаз 100, теперь аэрбаз 400 самолетов выпускаем, а мы 10 самолетов пассажирских выпускаем в год. То есть тоже произошло в разы. И во всем нужна государственная программа и концепция социально-экономического развития. Это при буржуазном строе. Но провести, как развиваются другие страны, то, конечно, значение Великой Октябрьской социалистической революции показало, что благодаря этой нашей революции мы создали действительно такой общественный строй, который и передает прогресс гораздо больший, чем любой строй. Поэтому в преддверии праздника Великой Октябрьской социалистической революции я вас всех поздравляю и нам всем новых побед. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы, пожалуйста? Какие нерешенные задачи? Ну ладно, это критика, а не вопрос. Вопрос у вас есть потом? Выступите после вопросов. Нет, вот и не вопрос, соответственно, после войны, когда... Наверное, это не так, но это сайт инстантации. Вопрос в чем? Есть диктатура пролетариата, есть диктатура буржуазии. Вот при капиталистическом строе, татура чья? Есть диктатура в России, конечно. Поэтому, если так смотреть, идет сейчас классовая борьба? Да, идет. Другой вопрос, насколько она активна, идет, насколько там наступательна, действует. Борьба же идет. И борьба идет. Если взять опыт, опыт, который мы прошли, если бы не было контрреволюции, можно было представить, что страна все-таки находилась бы на более высоком уровне. Страна, которая и в космос первая полетела, и страна, которая была действительно супердержавой на втором месте, это сейчас по экономическому положению, то в семерке, из семерки сделали восьмерку на самом последнем месте, потом в восьмерке не удержаться сделали двадцатку. Преспективы нашей страны, вот если будут больше приниматься вопросы в национальных интересах страны, где их можно учесть? В первую очередь в разработке программы социально-экономического развития страны. Сейчас, какая мы говорим, концепция социально-экономического развития страны. Вот если, вот мы повернули, что хорошая концепция, давайте вернемся к решению хотя бы вот концепции социально-экономической страны для 2020 года. Это вот и перспектива, это перспектива при буржуазном государстве. Сказать, что капитализм пришел навсегда, то, конечно, так нельзя сказать. Мы в рамках капитализма можем развиваться? Можем развиваться. Поэтому, конечно, надо действовать не в интересах иностранного капитала, а в первую очередь в интересах своей страны действовать. Но если говорить о перспективе, ну вот Китай сейчас задает темп всему миру, как вот при другом общественном строе, более прогрессивном, более передовом. Они завоевывают все больше и больше позиций в мире, и экономика более развивающаяся. В России капитализм пришел, но все думали, что уж феодализм настолько крепок и творился настолько крепко в России. Все думали, что очень крепко капитализм, и потом и в высшей стадии империализма очень все крепко, все хорошо. Но, тем не менее, Великая Октябрьская социалистическая революция перешла в другой общественный строй. Будет ли возврат? Ну, это что же зависит от хода истории, которые делают люди. От активности, если... Пожалуйста, не просто перспективы, а на чем, так сказать, основывается Ваше утверждение? Не надо нам общих слов. Мы наслушались и от Вас сегодня, и раньше... Утверждение, какую задачу вообще ставим? Какую задачу вообще ставим? Кто ставит задачу? Скажите, пожалуйста. Значение Великой Октябрьской социалистической революции, что это более передовой строй. Это мы знаем. Да мы все знаем, хорошо? Это более передовой строй. Вот Китай супердержава теперь. Скажите, Китай социалистическая страна, там есть диктатура проэтириата. Чем она проявляется, это диктатура проэтириата? Вот как Вы считаете, есть ли такой общественный строй, где бы не было вообще минусов? Нет такого. Мы же говорим в целом, что вот это более прогрессивный. Чем проявляется диктатура проэтириата в Китае? Вот Вы говорите, более прогрессивно. Там социализм. Как социализм можно рассматривать? Кто принимает решение? Да, действительно, Политбюро. Во главе какой партии? Коммунистической партии. У нас КПСС. Экономика там больше развивается? Мы же не можем отрицать, что экономика развивается медленнее, чем в Соединенных Штатах. Больше. Экономический кризис показал, что только при социализме плюсы. Социализм, Германия в минусе в условиях экономического кризиса, и Соединенные Штаты в минусе, и где-то 8, я говорил, 9% в минусе после экономического кризиса. А в Китае плюс... Госкапитализм, Вам знакомо? На посткапиталистическом обществе? Госкапитализм. Госкапитализм, да, конечно, знакомо. Китай не госкапитализм, а социализм. Социализм какая? Это первая стадия... Первая стадия... Не надо перепалывать. Ну, товарищ, сейчас выскажет, потом Вы выскажете. Это первая стадия коммунизма. Сказать, что при социализме все отлажено, отработано, нет. Это всего лишь первый этап. Из этого этапа будет развитие, будет развитие. Конечно, все развивается. Мне больше нравится. Поэтому из первой стадии коммунизма, социализма будет дальнейшее развитие. Может, не будет. А может быть, и не будет, если внутри партии будут действовать в условиях иностранного капитала, то есть враждебного пролетариату. Может быть, и не будет. В нашей стране, пожалуйста, произошла контрреволюция. И в первую очередь, можно говорить, это в результате действий, которые были внутри партии, на уровне первых лиц. Поэтому, может быть, и так. Это же все тоже от руководителей зависит. И от того, как они овладели идеологией, овладели интересами своей страны, овладели интересами трудящихся. Сказать, что борьбы у нас между классами, есть между классами борьба. вот в Государственной Думе пришлось быть на 100-летие Государственной Думы России. Отмечалось, что при царе были в Государственной Думе России рабочие. Еще больше было рабочих в Думе, когда был Советский Союз. А вот в нынешней Государственной Думе нет ни одного рабочего. То есть интересы класса рабочих в Государственной Думе, к примеру, не представлены. Но идет же борьба? Идет борьба. Без борьбы и в зависимости от борьбы и будут какие-то движения. Спасибо. Еще вопросы? Эта концепция ориентирует, как на машине ехать, вот дождь идет, дождь идет, щетки не работают, темно, фары не работают, а мы едем. Эта концепция на постсоветском пространстве в России, после контрреволюции, это единственный серьезный программный документ. До этого вообще не было. Вот так, как я сказал, на машине ехать, вот так мы и ехали. И мы бы продолжали ехать. И хорошее, ведь хорошее есть при капитализме, хорошее есть. Вот то, что разработали, концепцию социально-экономической страны, развития страны, это надо поддерживать. Хорошее то, что маленькие цифры, да, маленькие цифры. Хотелось бы больше, но мы понимаем, что даже эти маленькие цифры не реализованы. Ведь она до 2020 года, прошло два года. Реализована за два года? По многим показателям не реализована. Да, и можно ссылаться на экономический кризис, что экономический кризис подвел, что-то еще. Так вот, и эти цифры, которые вам не нравятся, маленькие, и нам не нравятся, всем не нравятся маленькие цифры. Но эти маленькие цифры пока не осваиваются. В результате это понятно, что будут еще меньше цифры. Ну, хотя бы надо прийти к тому, что есть. Можно ее совершенствовать? Можно развивать? Можно развивать. Она не выполняется. Сейчас делается вставка на иностранный капитал. Вставка положительная. Она динамик на оттока капитала. Вставка больше, чем... Мне это радует. Огровенно. Мне это радует. Ну, понятно, что наша с вами интересная цифра. Но, тем не менее, насколько обосновано то, что вставка больше... Такого в докладе не было. Подождите. Во-первых, что значит успешно? Значит, вставка делается на привлечение иностранных инвестиций. Это хорошо. У них. Это хорошо. Но, ведь, чтобы были соблюдены национальные интересы, чтобы страна была независимой и великой, а она великой может тогда быть и независимой, когда ставят приоритетные задачи незарубежные инвестиции. Это хорошо, зарубежные инвестиции. Потому что дает развитие. Дает развитие страны. И дает развитие. Но если бы, кроме привлечения иностранных инвестиций, которые вот сейчас льготные разные послабления будут, что если долгосрочные программы и мощные инвестиционные будут осваивать проекты с полным циклом, то там не будет облагаться. Это сейчас прорабатывается. Это сейчас в Государственной Думе уже обсуждается. Конечно, это привлечение в страну любых инвестиций иностранных. Это хорошо. Но, правильно, но надо давать приоритет отечественному развитию. Это наука. Чтобы наука не работала в том же Сколково, которое сейчас вкладывается в пустую, чтобы там не в пустую, значит, должен быть замкнутый цикл. Вот у нас много и так таких же Сколково было еще создано в Советском Союзе наукограды, где разрабатывают, а дальше тут же идет внедрение. И это внедрение должно быть прописано в программе или в концепции, хотя бы, если не в программе. Вот тогда будет и приоритет, конечно, на отечественное развитие. И на инвестиции отечественные. Спасибо. Как вы говорите, работала? Вопрос, куда кончится? Пиво, табак, вопрос, куда кончится? Так, вопрос в чем? Прибыль у них ноль, а МВС у них возвратный. То есть бюджет, если ничего не будет. Вопрос в чем? Скажите мне, пожалуйста, положительного, положительного вы видите на странах инвестиций? Как вы вклад в развитии экономики нашей? Все, задали, спасибо. Пожалуйста. Положительное в зарубежных инвестициях, что у нас на нашей территории, в России, появляются заводы. Сказать, что они будут самыми лучшими и самыми мощными в мире? Нет. Но они будут передовыми. По полозу леса. Передовыми. Это и в лесной промышленности, это и в автомобильной промышленности. У нас она хорошо развивается, это инвестиции идут в сельском хозяйстве. Но для того, чтобы мы были независимы, а уже много говорят, вот надо, есть стихийный рынок. Рынок сам себя отрегулирует. И вот сельское хозяйство нам не надо, потому что рентабельнее, да и выгоднее закупить за границей. У нас не рентабельное сельское хозяйство. Давайте еще что-то за границей закупим, мы извлечем из этого прибыли. Мало того, и таможенные пошли пойдут, и ничего вкладывать не надо. Вот сырье качай и все. Может быть на каком-то этапе это бы и было. Но тогда наша страна будет и зависимой, и не будет великой. И это дает развитие, но приоритет всегда с отечественной наукой и отечественного производства. Спасибо, Борис Николаевич. Так, ну что, может хватит вопросов-то? Кто-то хочет высказаться? Да. Я чувствую, больше высказаться, товарищ Катет, пожалуйста. Больше всего хотят высказаться, те, кто опоздали. Да. Слышали лица в начале. У вас как? Я помню так, что я предлагаю старающие запросы по мнению этой вопроса. Сейчас мы всеми всемирно-историческим председателем значения. Геволюции. Да, президиум не закрывает и своей. Чем? Лицом. Значит, в чем стоит циверно-историческое значение? В том, что в ходе Октябрьской революции, это, можно сказать, одна из, по крайней мере, очень исключительно победоносных революций в мире. В ВДА выработана организационная форма диктатуры пролетариата. Для того, чтобы управлять страной, рабочему классу нужна своя диктатура, нужно свое государство. Как организовать это государство? Вот надо сказать, что в мире, вот тут говорят во Франции, красовая борьба, еще где-то красовая борьба, а в мире-то об этом не очень-то знают. А вот русские рабочие, почему-то даже не Ленин, не теоретики революции в России, а это русский пролетариат, сам выработал эту форму, в ходе революции, 2005-2007 года. В Иваново-Вознесенске были созданы советы. Это управленческая структура, структура управления государством, ну, в данном случае, государством городом, основанная на производственном принципе. И это ключевой момент совершенно. И Ленин, хотя я этого не педалировал, у него только в одном месте написано, что советы, избираемые по производственному принципу, это организационная форма диктатуры пролетариата. Без нее диктатуре пролетариата не бывать. И вот это было выработано в Иваново-Вознесенске, наиболее известном, наиболее длительно держался тот совет, 71 день, по-моему, как Парижская коммуна, 1073. Вот, и еще, по-моему, 10 было, да, таких случаев по России. Но у нас все-таки революция сегодня 17-го года обсуждается, а не 1905-го. И потом 17-го года этот опыт был горизону упрощен на практике. В Германии революция была подавлена, как вы знаете. Баварская республика была забита в зародыше. Отчасти, конечно, это от того, что маленькая Германия там войска ввели и так далее. Но отчасти, конечно, у них бактериоритик Каркауский, который не возражал даже против диктатуры пролетариата. Но он считал, что как диктатура пролетариата будет? Вот рабочих станет большинство, они прогрессуют на выборах и пойдут на выборы. Если надо будет при этом вооруженным путем пограсть от сопротивления буржуазии. Но вот к власти они должны идти вот так вот законно, на основе выборов, когда рабочих станет большинство, когда они завоюют большинство и так далее. Как показала практика, Ленин это правильно потоптал, и дальнейшая практика показала, что это совершенно недостижимо и нереально. А Ленин писал, что советы это не просто орган управления, это боевые организации пролетариата для взятия и осуществления своей власти. И вот именно советская форма организации общества по производственному принципу, она позволила дарам мощный торчок развитию страны. И хотя в 1936 году она прекратила свое существование, тем не менее, вот если посмотреть, все кадры управленческие наши, которые держались до конца советской власти практически, до конца 1991 года, они во многом были выдвиженцы вот той пары, после говорили, что вот там приставеры и так далее, Устинов Дмитрий Федорович, там Гречко, тот же Брежнев, который все-таки как-никак руководителем все-таки был. Ну вот масса вся вот этих управленцев, и до сих пор у нас руководители КБ, работающих, выпускающих технику, им 90 лет, 88 лет, то есть это все вот люди, которые как-то вот оттуда пришли. А вот если взять там 50-е годы, у нас уже было определенное такое разделение, у нас вот ушла, вот эта живая жизнь вот ушла из этой организации советской власти, у нас уже были там ученые блистательные, военачальники великие, руководители. Иван Михайлович, другие товарищи тут хотят выступить. Ну вот уже вот это живое на парни не ушло, и это кадры, когда всего естественного износа слостагения сошли со сцены, вот стало возможным инстаграцией капитализма в России. Вот это что касается организации, и вот это вот главный вопрос, и надо сказать до сих пор это освоено очень плохо, и у нас в стране, и за рубежом этот вопрос об организационной форме диктатуры пролетариата. Спасибо. Пожалуйста, еще одно. Метко скажу. Пожалуйста, женщина вперед. Значение. Да, вот пожалуйста, выйдите. То можно как раз взять вот такие моменты организации государства. Учитывая, что сейчас у нас, собственно говоря, совсем суть, но тем не менее, тем не менее, посткапитализм, да и Белоруссия, это как раз та ступень, которая к социализму. И именно они это, видимо, учли. Теоретический факт. В работе Ленина, в следующей катастрофе, как с ней бороться? Вот там как раз Ленин и раскрывает суть социализма, где он говорит, что государственный капитализм, частная капиталистическая монополия, работающая в интересах общества, это уже не капитализм. Понимаете? То есть то, что сейчас в Китае, сейчас госкапитализм, там не социализм. Не надо нас вводить в заблуждение. Другое дело, по какому пути он дальше пойдет, в Китае, другое. По формации госкапиталистической. А вот Белоруссия, Белоруссия, у нее больше подпосылок к социализму, потому что там идет забота именно о развитии всего государства. В интересах, опять же, всего государства. А вот это значение еще может быть. Минуточку, дорогие. Я хочу сказать, что вот такие доклады, как мы сегодня слышали, они ничего нам не дают. Мы приходим сюда учиться, получить знания, получить ориентиры для того, чтобы в дальнейшем это использовать в своей работе. То есть это что им. Для того, чтобы людей просвещать. Здесь мы вот на таких докладах ничего не можем получить. И вот доклады. Как не можем? Вот мы слышим умные вещи. Это не доклады, это то, что выступление... Ну, так выступление не тоже форму чего-то. Поэтому вот хотелось бы получить такие доклады, которые давали бы нам знания для работы. Понимаете? То, что вот значение в плане... Заклады сказаны, это все школьная программа. Нам нужна это. Уже забыли школьную программу. 20 лет прошло. Ну, не забыли. Повторение... Поэтому... Ну, а что тут? Что-то новую теорию мы что-ли? Значит, ты... Так, значит, и школьной программой... Нет, он вперед поднимал руку. Нет, нет, нет. Ну, пожалуйста. Мы были старшим, мы были... Ну... Да, вот два... А Александр Сергеевич, можно скажу из школьной программы? Нет. Я хочу сказать, что... Основной тезис Бада Крис Николаевича о том, рабочий класс, новый класс царской революции. Эпоха сейчас какая? Давно началась. Она началась. И она будет идти и считаться этой эпохой до тех пор, пока все страны не построят у себя коммунисты. Так? Верно? Так вот, в эту самую историческую эпоху встают вопросы. Может ли данный класс лучше управлять, чем класс предыдущий? Точно так же, как было с буржуазной революцией. В свое время теория классовой борьбы, теория классов, разработана была французским буржуазными историками, и с тем, что идеологи их дворянства говорили, что первые, то есть третьи. Я думаю, что всемирная история, как октябрьская стилистическая революция, главный тезис доклада, показала, показала в своем историческом развитии. На тот момент, когда она... А... Да, когда она... А наша революция. Главляет теперь оценивать других стран, то, как развивался Советский Союз. Идем, кстати, самые, что я знаю, эти разные деятели. Заблудшие в идеологии, ставшие, так сказать, от продовижений, предыдущие. Стура лучше была в Советском Союзе. В этом всемирно. А вот с одним тезисом я бы поспорил насчет того, что нам нужны эти самые... Дело в том, что мы столько вот в эти офшорные зоны отправляем денег, потому что они перекачиваются, вот эти офшорные числения, Борис Михайлович, они идут куда? В прибыль. С прибыли занимаются налоги, а остальное по месту и туда. Такие триллионы отправляем. Такие триллионы отправляем. Что эти все инвестиции иностранные, это вот те же наши граждане, которые там регистрированы. Здесь шуруют, так сказать, здесь эксплуатировать легче, чем... Снова сюда перегоняют часть этих денег, малую часть под видом инвестиций, так сказать, чтобы эксплуатировать здесь рабочие. Вот почему прибыль ноль бывает по-разному. Всегда ноль. Сейчас вы скажете. Не всегда ноль. Ведь если нужно, это зарегистрировано за границей фирма, то по месту регистрации. Для местных это ноль. Ну вот по-разному. А у Лисина не ноль, потому что половина 50%, у самого крупного нашего миллиардера, половина зарегистрирована в ЖИСК, Сталин, Досритане, а вторая половина, Чупа, Лимит. Поэтому ноль, чтобы была не ноль, и чтобы туда она ушла. Можно сказать, ее легализовали, и она уехала. Вот нам поступила статья, я ее, наверное, опубликовал, проинвестиции. Давайте мы вот в вашу квартиру инвестируем в замок. В замок. Вот сделаем отличный замок, все. А поскольку мы инвестируем, то мы будем этим замком пользоваться. Вы придете сейчас домой. Пок не открывается. А потому что мы управляем этим замком. Вот так же, как Крайслер можно включить-выключить. Так вот, вы инвестируете в нашу страну, а потом вот те, кто инвестировали, будут включать или выключать, и это другие. Поэтому я думаю, что такой богатой стране, как появляется Россия, так и хим, а наоборот, она инвестирует сейчас огромные суммы в инранной экономике. Там и разные. Ну что такое, вот сейчас мы инвестируем во французскую экономику. Мистераль будем покупать. Значит, в американскую экономику мы инвестируем, потому что мы там покупаем американку. Пор. Пор. Мы инвестируем туда. А кто вам сказал, что прибыль? Мы инвестируем. Мы вкладываем же. Вкладываем. Мы так уже, если вам просят, вложите в нашу. Вот давайте мне вложите в банку. Все, и плакали ваши деньги. И вот так же мы вкладываем. Скажем, мы инвестируем, инвестируем. Замок получается в наших руках? Нет. Не получается, потому что не получается замком. Вот мы тогда инвестируем, потому что это мы мелкие сошки. Мы разрубили свои крупные припырятия на мелкие части, и мелкие рыбки пытаются плавать рядом с крупными акулами. Это не получается. Поэтому я думаю, что это мы повторяем. Это да ими, чтобы это говорить. А что касается концепции социально-экономического развития, я хочу сказать, что это любопытный документ. Скажем, даже слабые благие и пожелания, скажем, повысить производительность труда в 4 раза. Я, например, никогда не читал за 20 лет ничего про производительность труда у некоторых деятелей. Ничего. И вот впервые то, о чем говорил Ленин, что это самое важное и самое главное, и победы нового строя, повысилось. Потом начну увеличить заработную плату в несколько раз. Причем реальную зарплату. Да еще и в долларах. Поскольку, ну, прославлять, что у них не получается, поскольку мало, так сказать, сидеть на улице, быть президентами правительства, а государственный аппарат ворует. И тащит к себе, потому что всем объяснили, что главные интересы это личные, а в социалистическом обществе главные интересы это общественные. И поэтому эта власть не способна даже, ну, маломальские такие положительные документы реализовать. Не говоря уже о том, что она тогда планирует, раз не способна. Помните, как было с Горбачевым? Сначала, если ускорение, раз ускорение не получается, то это перестройка. Если не получается с концепцией социально-экономического развития, то мы будем переодеть милиционеров в полицейских. А почему вы не допускаете, что даже среди буржуазей тоже идет среди разных отрядов борьба? А почему вы не допускаете, что, например, вы допускаете, что Америка развивает свою экономику? Допускаете? Это кто делает? Рабочий класс американский или буржуазия? Вы допускаете, что английская буржуазия не дура и развивает свою экономику? Вы допускаете, что французская буржуазия делает концепции и планы? А корейская 5, 6 интересных планов сделала корейская буржуазия. Допускаете? Допускаете. Я допускаю, что русская буржуазия тоже может делать. Но наша русская буржуазия – болваны. И проходимцы, потому что они пришли не после пеодолизма, а после социализма. И они как раз и главный компарадор. Я совершенно согласен. Это уже другая тема. Я думаю, что у нас тема – семерное историческое значение. И вот на этом тезисе, я думаю, на тезисе о том, что рабочий класс России, великой большой страны, продемонстрировал, что новая власть дает более быстрое развитие во всех областях, прежде всего в области культуры, правоохранения, экономики. Я думаю, что в этом состоит семерное историческое значение. И нам это нужно вспомнить и кратко формулировать. И это и наши цели пропаганды. Так, пожалуйста, вы хотите рассказать? Я просто хотел бы на будущее пожелать. У нас же есть, скажем, такие коренные вопросы, например, вот сейчас встал вопрос в Китае. Природа государства в Китае. Социализм, капитализм. Есть ли у нас диктатура проектирования? Нет диктатуры проектирования. У нас же есть профессор здесь, есть лекторы. Ну, подготовьтесь, давайте вот эти темы обсуждать. Давайте обсуждать тем, давайте обсуждать тем, когда произошел у нас контрреволюционный переворот. Одни называют, скажем, со сверху старой, другие 56-й. Третий говорит, нет, 91-й. А когда он произошел? В чем причины? Вот, кстати, с точки зрения марксизма, опять-таки. Так, это заявка, заявки мы всегда собираем. Пожалуйста, товарищи, предлагайте. В следующей газете должен появиться флаг, где заработал университет в следующем семействе. По задуманным вопросам, ну, масса, конечно, поэтому можно докладывать. Так, девушка там в голубом-то хотела что-то сказать. Я думаю, это не точнее. Критически. Ну, во-первых, у меня есть три вопроса по поводу пятого места России до революции. И, ну, вообще, у нас по поводу экономического развития здесь всегда вызывает большой вопрос. Потому что большинство наших граждан хочет верить, что Советский Союз был на втором месте экономической. И при этом говорят, что вот страна Скандинавии, что там вообще люди не работают и живут, а на небесные валятся. Поэтому, на самом деле, вот такие заявки, что вы сказали, что Россия до революции была на пятом месте. Я не понимаю к критерии, а я не понимаю к критерии. Потому что, например, в одном либеральном журнале я читала, что Россия сейчас находится на пятидесятом месте, поэтому социальные льготы надо сворачивать, поскольку можем обеспечить. А вот Россия до революции была на тридцать втором месте. Ну, самые разные показатели. Когда граждане иногда говорят, что вы говорите, второе место, а ничего пока не было, а вот страны Запада жили так, а мы вот жили так, то здесь необходимо выработать какие-то показатели социально-экономического развития. Выработать и говорить, что с цифрами, что это так, а вот это так. На сегодняшний день это только голословно, и никто ничего конкретно сказать не может. А вроде бы на глазок, вроде бы лучше. Понимаете, здесь нужно выработать показатели. Потому что эти показатели сегодняшние, что уровень жизни и показатели ножка у нас ушел. Потому что еще в 2000-е годы, наоборот, говорили, а что вы говорите нам, что мы живем лучше, у нас в магазинах все есть, а тогда в магазинах ничего не было. Сейчас у людей начинаются, понимаем, у нас платные пенсии, начинаются листовать на реальности и понимать, что все. Я на сегодняшний день считаю о чем-то, то в первую очередь это наградатель социально-экономический. Так уже говорить. А по этому показателю так, поэтому, так, поэтому. Иначе, извините, получается... А сталинские оценки вам не нравятся, что у нас было на пятое место? Те оценки по уровню промышленного радиоизоляции. Зачем нам сейчас снова вырабатывать? Так, дайте договорить человеку. Все вы сказали? Да, все. Спасибо. Сталин, я не все читала, может быть, где-то эти оценки люди не прочитали. Так, минуточку. На правах ведущего дайте слову, месту сказать два слова. Значит, что касается такого рода показателей, то они известны из статистики царского времени. Так, а значит, на чем базируются? Вы вопрос задали? Слушайте. Значит, из царской статистики, из советской статистики, что? Значит, Россия занимала по выплывке стали первое место, по добыче угля нефть. Царская Россия. Первое место? 13-го года. Еще уговорились. Да. В Америке было в одно град больше. Скажите потом, Иван Михайлович. Значит, по каким-то первое место, по каким-то второе место, по каким-то третье, четвертое, пятое, десятое. А в целом это статистический показатель, очень приблизительный, абстрактный. Теперь, поэтому, ну, ориентировочно пятое место, да, пятое место ориентировочно. Так, если все согласовать, прикинуть, очень приблизительно, конечно. Потому что места не расписаны в мире. Точно так же и сегодня. Сегодня эти рейтинги еще более фальшивые. Значит, составляют их фирмы по заказу там ЦРУ, других организаций. Может быть, специально там для России, чтобы она не высовывалась. Там по одному показателю мы на десятом месте, по другому он на тридцатом месте. Я посмотрю, на семидесятом и есть показатели, по которым мы на сто пятидесятом месте. Так вот литература. Но на Международную космическую станцию только Россию будет возить до 15-го года. Но на первом месте в этом смысле Россия сейчас находится. Поэтому мы рейтинги используем, показатели используем, но, конечно, очень и словно. Самим нам сейчас, вот в наших тут партиях, ученых, нам эти показатели, конечно, не сделают. Ну, или мы сделаем, опять они будут очень приблизительны. Поэтому упор делать на этом, ставить это там уже в большую, в угловую угла, тоже не стоит, конечно. Так. Ну и инвестиции. Я вот полностью согласен с Михаилом Васильевичем и только хочу добавить, что. Если инвестиции идут в нашу страну, то они идут не с целью ее как-то улучшить, укрепить, обогатить в научно-техническом отношении. А они идут в смысле? Значит, отравить пивом, отравить никотином, значит, где-то там увести в сторону производства, где-то закрыть производство, открыть там отели и прочее. Поэтому расчет на инвестиции иностранные в общем нет. И лично мне кажется, что и, скажем, часть руководства, по крайней мере, часть руководства нынешнего буржуазного, оно тоже это понимает. Поэтому не очень сейчас рассчитывают на инвестиции. Показателем этого является, например, неспешная такая работа по вхождению в ВТО. Ну, вроде мы входим, а вроде мы не входим. Нужно входить или не нужно? Ну, идет оно само себе, пусть идет. И другие, конечно, за инвестиции, за иностранные. Почему? Потому что они тоже позволяют, с одной стороны, обкрадывать страну, с другой стороны, консервировать ее развитие. Новые автомобильные заводы – это консервация российской автомобильной промышленности на уровне, там, 90-х, начала 21 века. Вот и все. То есть, это, скорее всего, вред экономике. И ведь, по большому счету, это вред. Но, с другой стороны, конечно, какие-то позитивные моменты в этом тоже есть. Пожалуйста. Я хотел спросить, но у всего этого не надо сказать. Насчет цифр. Цифры – вещи, конечно, хорошие. Но, когда вот с народом говоришь, ну, цифрами задавить можно на какое-то. Потом будут слушать другие, а он мне набрал. Надо, наверное, вот, ну, больше так вот по смыслу. Вот смотрите, у нас вот в советское время, которое все охаивают, да? Ну, мы, конечно, вот. Они все. Вот. Все кричат, что там ничего в магазинах не было. Никто, все не кричат. Многие. Ну, многие. Многие кричат. Я недавно наткнулся. Многие сколькие? Поспорить. Сколькие, многие. Ну, обыватели, сторонники Единой России, там и другие. Значит, по телевизору орут. А народ так не орут. Не, 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 и в пыту вот эти сторонники, я же с ними спорю. Вот. Однако забывают, что вот весь Юго-Запад – это построены квартиры для вот рабочих вот этого там, там, Дановского завода и Кировского завода. Образование у нас было бесплатное, про которое в советское время, ну, никто даже не вспоминал. Доучились там до института, и все бесплатно. Сейчас даже школы начинаются платные. Вот люди-то и задумываются. Там, может быть, и не нужно вот это, там, первое место по выплатке, или десятое место. Вот, сопоставить даже вот наше поколение, если вот так вот сравнить, вот, раньше, и что у нас сейчас будет вот с образованием и с медициной. И вот я хотел задать, ну, потому что здесь давно умеет поспорить, вот, потому что вот 20 лет своего правления страной, откуда, можно сказать, вы в войне, вот. Одни человека говорят, что там были репрессии, вот там вот у меня родственники. Чем это человек, мне говорят, явно с высшим образованием, который занимает должность, ну, энергии, он не погиб вот в этих лагерях. Даже если у него люди там погибли в этих лагерях, он-то не снял. Как вот с научной точки зрения дать отпор, когда указывать людям на значение положительный вклад вообще в мировое развитие, они начать про репрессии. Ваня, Михаил Васильевич хочет ответить, пожалуйста. Я, вы знаете, вот тут самые неприятные вопросы. Это не мне, а... Не вам, не вам. Да, вот. Ну, Саша, мне приходится... Что нам надо ответить? И товарищем студентам... Историкам. Историкам. И только историкам. И политологам. Первое самое демократическое государство. Самое первое демократическое государство. Это было правовладельчество. Правовладельцы репрессировали? Дали свое спросение? Демократцы. Кто остался от Спартака? Репрессировали или нет? Что такое репресс? Давайте переведем на русский. Пресс. Это подавлять. А репресс подавления. Значит, рабовладельское государство подавляло своих... Кстати, для этого и было соyleм. Дальше, феодальное государство. Кто-нибудь будет оспаривать, что феодальное государство подавляло своих противников. Постоянно христианам головы, а народные восстания. Резти подала армию для этого. Суворову привлекли для того... То есть феодальное государство репрессировало своих противников. Постоянно. Этого и создавалось. И наносили. Значит, потом появилось буржуазное государство. Вы уриспера-то знаете? А, например, уриспера знаете? Знаете, сколько голов они отрубили? Это вот они, вот, их почетче. Мы тоже уважаем этим. Но они же с чем занимались? Давляли, сопротивляли. Что вы хотите, значит, сняли свои противопротивления. Подавляли, 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 подавляли. Вот это вот государство. Мы будем его разламывать, мы будем его... Мы будем выступать на контрреволюции, а оно пускай никого не прижимает. А были ли ошибки? Как вы думаете, урубила Александр, она нам не считала этих работ? Или, допустим, не было уфеодального, когда оно христиан вешало? А Петр Первый не вешал христиан? По Волге не шли? Или только он строил Петербург? Нет? На косях. Не было. А ошибки были у этого уриспера, и Дантона, и Марата? И все только вот те головы отрубили, которые надо. Все же знают, что они рубили не по-друге, которые не надо, и так далее. И поскольку им некогда было рубить, они придумали, в это время ввели гириотину, чтобы не надо было вручную. Значит, придите, а ошибки были у пролетарского государства, которое рекоментировало свои правила? А у вас были ошибки? У вас не было. Я рад за вас. Так ответить. Так, не надо нам с точки зрения обывателя, не надо. С точки зрения обывателя здесь уже сказали, назвали. Значит, дорогие товарищи, прежде всего, здесь нужна правда на самом деле. Нас вот эти все, кстати, во времена КПСС обманывали по поводу Сталина и его политики. Нагнетали мысль, начало, что было расстреляно там 10 миллионов человек. Мало бы. Потом 20, потом 30. Солженицын уже сошел с ума там чуть ли не 70 или 60 миллионов. И как бы подразумевалось, что все они были расстреляны. То есть нагнетался вот такой психот. Значит, теперь сами, товарищи, демократические ученые, статистики дали нам цифру расстрелянных. За 30 лет сталинского правления было 680 тысяч. Это тоже много. Но это же не миллионы. Во-первых. Во-вторых. Что значит много? Много по сравнению с чем? Возьмите Соединенные Штаты Америки за 30 лет. Значит, за это время через электрический стул прошло примерно такое же количество людей. А если за коррупцию сейчас расстреляют, сколько будет тысяч? Ну, значит, такое же количество людей. Но разница. У нас это острая классовая борьба. И жертвы были с двух сторон. Кстати, вот про жертвы Сталина никто не говорит. То не только сталинская гвардия боролась, значит, там с капиталистами и их выродками. Но и они расстреливали и помощников, и членов КПСС. Значит, и там кого только нет из действительных большевиков. Поэтому весь этот вопрос, он разоблачается точными цифрами и знанием обстановки. Ну, и, конечно, желанием эти цифры узнавать, изучать и так далее. Ну, а теоретически, конечно, вот Михаил Васильевич тут поставил четко акценты, что идет борьба. Борьба по принципу кто кого. И если государство не будет защищаться, советское социалистическое, его сам ну-то разгонит. И мы увидели, что как только Хрущев снял эти лозунги, как только Брежнев, значит, да здравствует какое-то там общество развитого социализма, как это говорили. Так, борьба ослабилась и нас с вами разрушили. Не разрушили, а репрессируют сейчас. Да, и репрессируют еще к тому же. Причем там, большей частью, даже не открытыми методами, а методами, значит, голода, вымирания. 15 миллионов. Да, да. За все эти годы 15 миллионов уже нет людей. Так сравните, 680, значит, тысяч. Или 15 миллионов теперь народу мы потеряли. И раз, теперь, в то время Советский Союз, население росло и росло прилично. Эти 20 лет население сокращается, страна вымирает. Не страна не умирает, а репрессирует страну. За счет репрессий. Так, пожалуйста, кто еще хотел бы что-то сказать по этому поводу? Пожалуйста, Иван Майданов. По поводу цифр социально-экономического развития, о котором говорили. Вот рабочими, целого ряда предприятий, профсоюзных организаций, проведена работа по определению стоимости рабочей силы. Такую стоимость рабочей силы. Это набор брака и услуг, ну, всякого рода, так сказать, жизненных таких необходимых потребностей, средств для жизни и воспроизводства рабочей силы. И эту стоимость рабочей силы они расписали конкретно по пунктам и выразили в денежной форме. Вот получилось, что для воспроизводства рабочей силы, чтобы в семье было трое детей воспитать, ну, это грубый такой термин воспроизводства рабочей силы, но чтобы эти дети тоже были квалифицированными работниками, на семью нужен доход вот от 200 тысяч, вот самые такие, это вот, докеры насчитали. Ну, это они насчитали в 2007 году, потому что там было 200, сейчас вот 240, наверное. И с самой Майкой там 100 с чем-то тысяч, это вот на периферии, где-то вот в нижнем еще считали. Много где. Значит, расчеты этой рабочей силы, да, откуда брались эти расчеты? На каком основании вот определяли свои потребности люди? Они определяли на советской основе. То есть вот для семьи, для такой, с тремя детьми, нужна как минимум трехкомнатная квартира, нужно образование дать, надо, чтобы медицина была нормальная, а сейчас нормальная медицина, она стоит много. И вот в основном вот эти пункты, они превалируют в этом расчете. Медицина, образование, жилье. Все эти современные гаджеты, как раз говорят, там компьютеры, магнитники, это все копейки. Вот это вот все мы себе можем позволить, при зарплате далеко не 200 тысяч. А вот квартиру себе прям везти, чтобы, так сказать, детей троих можно было поднять, это вот, ну, понятно, что с нашей зарплатой эта цифра несопоставимая. И вот эти расчеты, они приведены на сайте, на главной странице причем. Причем потом в газетах наших, с этого же сайта есть ссылка на газеты. Там их можно посмотреть, они подробно расписаны. И вот это вот, вообще говоря, лучший способ агитации, как жили в Советском Союзе и как живем сейчас. Потому что еще раз говорю, вот эти вот расчеты, люди в Советском Союзе квалифицированные, которые зарабатывали, как вот, скажем, там, доцент вуза, около 500 рублей. Ну, 320. Это то есть там, где науки не было, да? Еще наука была 170. Вот, у вас науки не было. Это самое. Вообще, наверное, надо было за то, что они страну довели до этого. У нас бы пока 700 получал профессор, на полставки еще. И это соответствует нынешним 200 тысячам. Много сейчас людей с зарплатой 200 тысяч. А в Советском намного так же. Так что вот это вот, и надо вот эту речь оставить расчеты. Ну, что ж, дорогие товарищи, я думаю, что тема эта важная, широкая. Ее обсуждать можно очень долго. Значение Великой Октябрьской социалистической революции велико, по многим направлениям. Скажем, вот для меня важным является то, что до революции марксизм была одна из конкурирующих концепций. Можно даже сказать гипотеза. Но революция подтвердила на практике, что это правильная гипотеза, следовательно, теория. И сегодня никакой более совершенной, точной, полной, умной теории нет. Как в либеральной идеологии, теории экономической. Не знаю, неизвестно, кому ее адресовать. Кто ее, значит, автор. Вот Фридман, вот там Сакс, вот они там что-то делают. На самом деле ничего, значит, нового теоретически они не дали. Да, вот кандидат экономических наук, профессор Павлов, говорит, что либеральная экономическая теория была разработана Адамом Смитом. И так же хорошо себя показала, на практике оправдала, как теория. И второе, что вот на меня, для меня имеет очень большое значение, что революции, революционеры, большевики, Ленин показали, что революцию можно сделать. И даже в такой стране, не самой развитой, как Россия, и дали образец, как делать революцию. Значит, во-первых, это беззаветная преданность, изучение марксизма, активность индивидуальная, вообще развитие субъективного фактора, партии. С другой стороны, значит, необходимые объективные условия, революционные ситуации. Поэтому, если она не наличествует, с одной стороны, ее надо делать, с другой стороны, без нее, там тоже, значит, многие вещи делают бесполезно. А больше всего и полезнее всего сейчас является эта учеба. Но учеба, как видите, проходит у нас вот бурно, но народу все-таки мало. Поэтому, вот главная задача сейчас, это привлечь людей к учебе. Как учил наш Владимир Ильич на третьем съезде комсомола, учиться, учиться и учиться. В заключении решите предоставить слово нашему докладчику. Все, уже время много. Заключили. Ну, пожалуйста, вы уже выступили дважды и тридцать. Но одно крадико. Дело в том, что вы можете раскрыть все равно, что не можно. Он же не может, он профессор. Вот это не раскрыто абсолютно. Доктор Малович. Мир рутнул после этого. Это другая тема. Это другая тема. Почему этот общественный передовой строй рухнул? Это особая тема. Мы ее дотрагивали. И можем, если хотите, еще раз поставить количество остановок. Международное значение состоит в том, что буржуазные страны и у себя стали улучшать жизнь. То есть рабочие стали в мировом мировом мирове лучше жить. Да. Да. Это право. Это в работе Ленина «Детская болезнь ливизны». Значит, в первом же разделе показано международное значение Великой Октябрьской социалистической революции. В том числе. Значит, но нам сейчас, может быть, все там аспекты не нужны. А некоторые такие наиболее, я все-таки думаю, что мы подняли. Пожалуйста, Борис Михайлович. Ну, я, во-первых, хочу сказать спасибо, что все-таки со всей критикой интерес к этому вопросу есть. Чтобы более углубленно и все раскрыть, все невозможно в итоге раскрыть. Но для этого занятие проводится, чтобы раскрывать, обсуждать и идти дальше. Я благодарен, что так к зарубежным инвестициям относятся. Совершенно правильно, что они идут сюда не из-за большой любви к России, а идут сюда за счет извлечения своей прибыли. Понятно, что репрессия, конечно, каждая страна и есть репрессии. Если в нашей стране сейчас скажут, давайте, вот кто вывез за рубеж, зарегистрировал, вывез капитал из нашей страны, давайте вернем. А то там и дворцы, и замки, и яхты, клубы, банки. Давайте вернем. Вернут? Нет, не вернут. Если не будет репрессий, не вернут. Вот они, репрессии. Если за возвращение, без репрессий не будет. Вот тоже пример. А то, что вы все с интересом вот так, добро пожаловать и дальше на наши общие с вами занятия. Спасибо, с наступающим разом. Спасибо, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok